МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Программа «Есть Тудэй» на канале Телемикс. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Хорошего дня и отличного настроения вам желает группа предприятий «Янта». Кетчуп «Янта» превосходный! Ест и сытый, и голодный. В выходной и будний день всякий ест, кому не лень. Ест шашлычный и болгарский, есть грузинский, есть татарский, барбетюр и острый есть. Кус любой найдется здесь, скажет повар вам вкусный. Кетчуп «Янта» очень вкусный, и почти к любому блюду кетчуп «Янта» просто чудо! Сегодня в студии для вас работают Алена Варфоломеева и моя замечательная соведущая, у которой сегодня что-то наверняка будет непревзойденное, Наталья Кулькова. Привет, Наташ! Привет, Ален! Здравствуйте, дорогие телезрители! Что же сегодня у тебя будет? Да, я сегодня хочу сделать такое блюдо, которое многие любят, особенно молодежь, в каких-нибудь заведениях фастфуда, которое называется «бургер». Или можно его назвать как-то по-другому, можно его даже, думаю, назвать «крафтбургер». А чем отличаются чизбургеры, по-твоему, от гамбургеров? Я думаю, что чизбургер там, ну, судя по озвучанию, там сыр. Может быть, его два ломтика. Кстати, у меня тоже будет два ломтика, может, у меня чизбургер? В принципе, я его могу назвать хоть Наташбургер, потому что... О, кстати, прикольный Наташбургер. Вот, булочки у нас готовые, еще тепленькие почти. Тоже, я не знаю, подходят ли они точно или нет, но, мне кажется, идеально. Вот. Как будет готовиться блюдо, думаю, вообще объяснять не нужно. Можно только лишь добавить то, что будут овощи, будет сыр, лук добавлен будет в фарш, затем будет соус из горчицы от нашего генерального партнера Янта и майонез. И, в принципе, все. Булочка, которую мы предварительно обжарим на сковородке для того, чтобы она была более вкусной. Ну, я в восторге от сегодняшнего твоего блюда. Вспомнила сразу рекламу, помнишь, две мясных котлеты, специальный соус. Огурцы, салаты, лук, все на булочке с кунжутом, только так. И это Наташбургер. Это Наташбургер. Вот с таким хорошим настроением встречаем мы сегодняшний день. Ну, а сегодня делиться будем с вами хорошим настроением, конечно же, новостями, какими-то лайфхаками, сразу после новостей от наших коллег. Начну с того, что сегодня отмечается день рождения киностудии «Союзмультфильм». Наташ, помнишь ли ты свой любимый советский мультик? Любимый советский мультик. Вот я помню отлично надпись «Союзмультфильм», потому что мне нравился ее шрифт, что она разноцветная, такие кругленькие буковки. Я в детстве перерисовывала, перенимала вот этот стиль этого шрифта. А вот что конкретно мультик, не помню, они для меня все одинаково добрые, одинаково классные и где-то в далеком прошлом немножко забытые. Как «Ну, погоди» начинался, да, сразу вспоминается эта заставка. Вот «Ну, погоди», только я помню. Да, вам наверняка будет интересно узнать, что эту знаменательную киностудию открыли 10 июня 1936 года в городе Москве. И это был величайший прорыв в кинематографии. Да по сей день смотрят эти мультфильмы, они вообще просто очень сильно популярны. Несмотря на то, что первый мультик пристал перед посетителями в черно-белом формате, он назывался «В Африке жарко» и подарил зрителям целый фейерверк эмоций. Вообще, расцвет мультипликации пришелся на плодотворные 60-е и 70-е годы, когда публика наслаждалась такими сериалами, как «Наташ, внимание», «Малыш» и «Карлсон», «Бременские музыканты» и, конечно, культовым мультфильмом под названием «Ну, погоди». Вот о чем мы с тобой говорили, где волк и заяц постоянно догоняли друг друга и соревновались в ловкости. С годами в сфере мультипликации многое изменилось, но сейчас детвора с удовольствием просматривает те старые сказки, в которых все настоящие герои, декорации, голоса известных актеров. И неудивительно, что 10 июня, день рождения киностудии «Мультфильм», наши сограждане считают особенным праздником, ведь он легко уносит нас в сказочное детство. С удовольствием посмотрю сегодня «Домовенка Кузя». Кстати, очень милый мультик, но немножко пугающий, если ты маленький, а он такой грязненький, Кузя. Да прикольный, он, не знаю, классный. Все равно, когда ты взрослеешь, смотришь уже с абсолютно другими глазами на все и думаешь, ой, интересно, как это рисовалось. Потерялась особенно, да, вся эта обыденность какая-то, вот когда ты с восхищением смотришь, теперь думаешь, ага, какой интересный сценарий. А что-то этот герой хотел тебе этим сказать. В общем, поздравляем всех с праздником. Ну, а сейчас прервемся не на большой сюжет и вернемся к нам в студию. Наверняка многие из вас замечали, что во время телефонного разговора мы начинаем черкать ручкой на бумаге или наматывать круги по комнате. Оказывается, мы делаем это не от скуки. Все дело в том, что органы чувств человека произвольно строят пространственный образ окружающего мира. В то время, пока человек абстрагируется от окружающей обстановки, его организм по-прежнему пытается зафиксироваться в пространстве. Поэтому в такие моменты у людей часто расфокусирован взгляд, а глаза двигаются по горизонтали и вертикали как будто сами по себе. При движении кругами во время телефонного разговора дело не только в попытках стабилизации организма, но и в невербальном ярком выражении чувств при отсутствии близкого контакта с собеседником. Кроме того, при разговоре через динамик телефона, приложенный к уху, нарушается восприятие речи, что в комплексе с неестественной позицией руки у уха нарушает пространственную ориентацию, восстановить которую и пытается вестибулярный аппарат. Также ходьба помогает мозгу активизироваться, что положительно влияет на мышление. Вот такие невероятные вещи происходят в нашем мозгу во время обычного телефонного разговора. Ну а сейчас мы продолжим тему Советского Союза. И вот я попалась, мне такая статья, почему в СССР красили стены в две полосы и еще несколько занятных фактов о жилье того времени. Вот подъезды все типичные, одинаковые, да? Дома в принципе у всех тоже одинаковые. Это наполовину покрашено либо в синий цвет. У тебя в подъезде, Наташа, какой цвет? Зеленый. У меня тоже, по-моему, в зеленый, да. А верхушка белая. И почему-то ступеньки прокрашены внизу коричневой краской. Обводочка, да, такая, как бордюршик по бокам коричневой краской? Ну, такой, как принт, да, небольшой. По которой велосипед, когда катишь и мажешь этот коричневый принтус. О, кстати, никогда так не задумывала, что так можно делать. Ну, возможно. На самом деле, большинство особенностей советской архитектуры и отделки зданий являются вовсе не советскими, а более или менее международными. Многие решения, кажущиеся нам специфическими, используются и сегодня далеко не по наследственной причине. В абсолютном большинстве случаев все это продиктовано вопросами пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическими нормами и, наконец, вопросом экономической рентабельности. Экономия должна быть экономной. Давай посмотрим с тобой, почему все-таки в подъезде две полоски. Многие наверняка обращали внимание, что коридоры и лестничные проемы советских зданий, а на самом деле-то вообще не только их, очень часто красят в две полосы. Точнее, красят до половины, а все, что выше, покрывают побелкой. Ну вот, Наташа, как думаешь, для чего? Я думаю, что это создано что-то вроде панелей, для того, чтобы их было как-то легче отмывать. Ну, или если говорить о пожарной безопасности, может быть, лакокрасочное покрытие как-то защищает. Не знаю, от чего. Да, твои мысли правильны, да. Делается это из соображений санпина, которые предписывают красить нижнюю часть стены для защиты ее от грязи и плесени. Причем нормы сильно разнятся от типа помещения. Можно было бы покрасить и всю стену, однако это уже сильно удорожило бы производство, поэтому только наполовину. Все из же того же санпина в подъездах жилых домов можно увидеть покрашенные края лестниц. Делается это в первую очередь для того, чтобы во время уборки было намного проще собирать пыль и грязь, а не для того, чтобы ты там, Наташа, велосипед свой катала. Я живу в девятиэтажном доме и задумалась, почему он все-таки девятиэтажный, почему нечетное количество, да, пятиэтажка, но сделали бы десятиэтажку, как бы в два раза больше. Вот, кстати, да, это тоже интересно. Я помню смутно, что там тоже какая-то причина, но что конкретно не помню. Вот, давай будем с тобой разбираться. Еще одним ярчайшим примером действия санитарной и их пожарных норм является этажность зданий. Дело в том, что строительство десятиэтажного дома намного сложнее и дороже, чем строительство девятиэтажного. Ну, казалось бы, всего-то один этаж, да? Что здесь можно, на чем экономить? Ну, сделайте восемь тогда, почему уже девять? Так как в СССР старались возводить жилье быстро и массово, а десятого этажа отказывались по экономическим также соображениям. Во-первых, десятиэтажный дом требует более продвинутой системы вентиляции, так как дом уже считается выше. Во-вторых, в нем не может быть газового снабжения. В-третьих, начиная с десятого этажа, в домах должно стоять уже два лифта, один из которых грузовой. Действительно, у меня в девятиэтажке всего один лифт, и он обычный, человеческий. И, наконец, не стоит забывать о том, что пожарная лестница по своим техническим характеристикам позволяет дотягиваться спасателям только до уровня все того же девятого этажа. Видишь, как все просто, поэтому не десятиэтажки. Ну, и еще есть один такой подпункт, почему двери в Советском Союзе в СССР открывались не в сторону коридора, а наоборот толкать от себя. Сейчас не вспомнишь, у тебя в какую сторону дверь открывается? У меня сейчас на себя. Входная. Если я выхожу из квартиры от себя, то есть прибивать входящий. В коридор, да? Вот, да. Но на просторах интернета было создано немало мифов. Как раз один такой был придуман в отношении дверей, открывающихся внутрь советских квартир. На самом деле, такие двери были только в пятиэтажных хрущевках. И сделаны они вовсе не для того, чтобы было проще открывать дверь, там, знаешь, чтобы плечом так толкнуть, если в случае замок заклинило, а все для того, чтобы соседям было проще. Почему-то думали, что люди, даже если у тебя четыре квартиры на одном лестничном пролете, открываются от себя, то есть в коридор, то они будут друг другу мешать. Поэтому, как бы, люди же добрые советские открывают дверь на себя и говорят «Здравствуйте». Ну, то есть, чтобы двери при открывании не столкнулись друг с другом. То есть, у меня неправильно получается, чтобы не открываться наружу. Нет, сейчас они практически все есть наружу. Видать, то, что становится меньше квартир или понимают, что одновременно... Ну, на самом деле, это неудобно, учитывая особенность ту, что у нас двери открывали с соседями, как бы, и они не сталкивались, конечно, но они сталкивались с моим велосипедом, который был припаркован, как бы, в этом помещении. Ну, вот смотри, да, если даже так подумать, то у меня две двери, одна из которых открывается в квартиру, а другая из квартиры. И вот та, наверное, дверь все-таки, она вот тот пережиток того прошлого, который все-таки открывается еще на себя. Вот такие вот интересные новости. Я пока поищу что-то еще. Давай посмотрим с тобой прогноз погоды, какая у нас погода будет за окном и что нас ждет Анна Матвияс. Прогноз погоды на 10 июня. В студии Анна Матвияс. Здравствуйте! В Владивостоке в среду пасмурно, вечером небольшой дождь, температура воздуха плюс 19. Атмосферное давление в пределах нормы, влажность высокая, ветер южный умеренно до сильного. У Сариски 10 июня пасмурная погода, ожидается дождь, возможно гроза, температура воздуха плюс 26. Атмосферное давление в норме, влажность высокая, ветер южный умеренно до сильного. О погоде все. До встречи! Напомню, для того, чтобы наши котлеты были немножко помягче, я добавила сюда одну булочку, раскрошила ее и добавила в качестве ингредиента для массы. Помимо этого сюда добавлен лук и яйцо. Немножко присолила, для того, чтобы яйцо не было безвкусным, потому как сам фарш, он уже изначально идет соленый, со специями и соленой, поэтому ничего другого я туда не добавляла. А пока я расскажу новость, как с помощью Таргета отыскать сбежавшего кота за два дня. Вот, Ален, ты когда-нибудь пользовалась, может быть, услугами таргетологов, то есть, или знаешь, что такое Таргет? Таргет, но только мне приходят мысли, когда ты поговорил с друзьями о том, что у тебя жесткий матрас, и, в принципе, ты бы хотел его заменить, то Инстаграм или любая другая социальная сеть предлагает тебе матрас. Ты не вводил в поисковик, то есть, вот это таргетированная реклама. Да, именно это, и это скорее реклама, которая ориентирована конкретно под запросы пользователя. То есть, вот здесь молодой человек, в этой истории он работал таргетологом, и как это произошло? Как произошла история, в которой он смог проявить свои вот эти вот профессиональные, скажем так, навыки, качества, познания в какой-то обыденной ситуации? На самом деле, очень интересно. Обычно таргетированная реклама, она приносит, наверное, больше каких-то неудобств и раздражения. Правда. Навязчиво, слишком навязчиво. Когда ты что-то там искал для кого-то, действительно, а потом в течение следующего месяца тебе во всех просто браузерах, во всех каких-то приложениях предлагают этот товар, хотя он тебе вообще уже давно не нужен. И как ты им сообщишь, что он мне не нужен. Спасибо, ребят, я купил. Да, и вот мне что понравилось, что действительно хоть раз, ну, послужило с пользой. Хотя не скажу, конечно, что она прям вредная, эта реклама. Действительно, иногда это необходимо. Да, но не так часто. Не так часто, как нам предлагают. Так вот, история. У парня, которого звали Андрей, у его бывшей супруги пропал кот. Он сбежал из квартиры, непонятно как, либо из окна, либо через квартиру, через входную дверь, так как там ребенок выходил часто гулять. Чтобы не беспокоить самого этого парня Андрея, ему решили сообщить в последнюю очередь, через 4 дня, аж после того, как он пропал. То есть, искали своими силами, но безрезультатно, к сожалению. Затем, спустя уже 4 дня, он понял, что нужно действовать быстро. Поэтому в этот же день он подписался на местное сообщество по поиску потерянных животных. Поставил уведомления на новые посты. Ну, то есть, все, в принципе, по классике, как бы, наверное, сделал любой человек, который, ну, как бы, современный, пользуется подобными какими-то... Поисковиками, социальными сетями, группами. Да, именно так. Но это был как раз тот случай, когда он мог воспользоваться своими, как я уже говорила, навыками, таргетированными. В общем, этими навыками. Он настроил поисковик, точнее, не поисковик, область распространения его рекламы, то есть, его объявления. Он составил сначала объявление о том, что пропал код такой-то, такой-то, какие-то приметы. И настроил это объявление, чтобы оно показывалось только тем, кто находится в 500 метров от его места проживания, кто действительно там живет, то есть, у кого там отметки дом, где он не просто там проходит где-то мимо. И далее, помимо этого, он развесил, они развесили вживую около 100 объявлений о потере кота по подъездам и поспрашивали знакомых. Ну, то есть, нужно понимать, что не все пользуются какими-то ВК-приложениями или вообще соцсетями, не пользуются. И всегда нужно все методы как бы попробовать. Но потом ему поступило, опять же, в социальную сеть ВКонтакте, 6 сообщений от разных людей, которые переживали за кота, хотели чем-то помочь, что-то предлагали. И вот как раз-таки 6 сообщение было ключевым. Как оказалось, что ему написала девушка, здравствуйте, говорит, а вы еще ищете кота? Он говорит, да, ищу. И она прислала эту фотографию, как она сфотографировалась с котом. Он говорит, он просто очень похож на вашего, и я с ним фотографировалась, потому что он такой милый. И в общем, она прислала эту фотографию, действительно, это тот самый кот, но она говорит, что как бы он, ну, мы не смогли его к себе взять, и она его отпустила. И он где-то по подъезду гулял. Затем они уже выяснили, что этот кот где-то там, но его нигде не было. И потом, после этого, эта девушка, очень такой ответственный, хороший, добрый человек, она прошла по подъездам и узнала, что этот кот прижился у какого-то там, ну, человека, у которого огромный пес живет дома. В общем, это был человек уже в возрасте, и вот он взял этого кота себе. И как оказалось, этот кот, он даже гонял этого огромного пса, и, в общем, командовал. Просто кот-путешественник. Ему вообще, в принципе, было нормально. Да. Вообще, он, в принципе, молодец такой, живучий кот. Ну, как раз-таки, если он выходит на улицу и, может быть, сам возвращается, они такие более адаптированные, нежели домашние коты. И вот, как оказалось, что потом, буквально, вот прошло два дня поиска, он нашел этого мужчину, отблагодарил, все как полагается, все были очень рады. И вот, буквально за два дня нашли кота. Все. Вот так закончилась история, и оказывается, что вот эта вот таргетированная реклама, она может иметь такое применение. Вот такая вот история. Но у нас сейчас будет не таргетированная реклама. Да, у нас будет реклама обычная, по классике. Смотрим. Программа «Есть Тудэй» на канале Телемикс. Здравствуйте, дорогие телезрители. В студии для вас сегодня будут работать Алена Варфоломеева и Наталья Кулькова. а отличного дня и хорошего настроения вам и нам желает группа предприятий «Янта». Кетчуп «Янта» превосходный. Ест и сытый, и голодный. В выходной и будний день всякий ест, кому не лень. Ест шашлычный, и болгарский, есть грузинский, есть татарский, барбетюр, и острый есть. Вкус любой найдется здесь. Скажет повар вам вкусный. Кетчуп «Янта» очень вкусный. И почти к любому блюду кетчуп «Янта» просто чудо. Ну что же, мы начинаем с хорошим настроением наш эфир, а с хорошим, потому что делимся с вами отличными новостями, ну и интересным рецептом необычного блюда, не повседневного. Наташа, привет! Что сегодня готовишь? Привет, Алена! Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня я готовлю котлетки. Но помимо котлеток я буду готовить бургеры, в которые будут ходить эти самые котлетки. Вот так вот вкуснее звучит, чем просто котлетки. Да. Вот такой фарш у меня получился. Мне, кстати, очень нравится, какой он получился за счет того, что я добавила сюда хлеб, лучок. Он стал таким более живым, более овощным каким-то и намного интереснее, чем когда это был просто фарш. Даже если бы я туда добавила яйцо. Помимо этого, конечно же, для настоящего бургера что нам еще нужно? Нам нужны слои овощные, слои сырные, а лучше два сырных слоя, как это буду делать я, заправочка из горчицы и майонеза и булочка, которую, конечно же, я не захотела выпекать сама, поэтому купила готовую, с кунжутом, мягкую и очень ароматную. А помимо этого, я еще сделала вот такой вот колечек, которая служит формочкой для котлеты. Не знаю, насколько получится сделать ее именно такой же ровной и красивой, но мне кажется, намного проще, чем ложкой формировать. Да. А теперь я буду развязать булочку пополам и обжаривать ее на сковороде. Говорят, так должно быть вкуснее. Ну вот, пока ты будешь нарезать потихоньку булочку аккуратно, я тебе расскажу, что сегодня отмечается еще один праздник, 10 июня. Это Всемирный День Мороженого. Какой вкусный праздник. Просто очень люблю мороженое, которое на развес. А самое любимое, наверное, это замороженный лед. Считается ли это мороженым? Конечно. Ты любишь лед, да, вот этот фруктовый? Замороженный лед. Фруктовый сок люблю, да. А ты? Вот, кстати, в детстве я, наверное, больше любила этот фруктовый лед, но с возрастом все менее и менее. Я больше ценила какой-нибудь жирненький пломбир такой. Сливочный, да? Сливочный, да. Первым прообразом мороженого был китайский десерт из перемешанных со льдом или снегом кусочков фруктов. Древние греки и римляне также лакомились очень холодными молочными продуктами и соками. Император Нерон любил снег с олимпийских ледников, для хранения которого строили специальные погреба. То есть люди всегда это ели. А в детстве, когда нам не покупали мороженое, мы ели снег. Вот я не ела снег. Ну, ты молодец. По преданию, в Европу рецепт мороженого привезли из Китая Марка Пола. Жерард Тирсон, кулинар из Франции в конце 17 века, создал рецепт замороженного ванильного крема с молоком и сливками, который так и прозвали неаполитанское мороженое. Но патентно изобретенную мороженницу получила жительница Англии. Посмотри, как передавалось, да, все из страны в страну. Нэнси Джонсон, которая из-за отсутствия финансов продала его американцам. В нашей стране мороженое появилось в середине 18 века, но в промышленных масштабах его начали производить уже в 30-х годах 20 века. И Всемирный день мороженого отмечается очень весело конкурсами, состязаниями на поедание лаком с призами и сладкими подарками от крупнейших отечественных производителей сладкого десерта. Помню, даже какой-то магазин устраивал раздам килограмм мороженого, и вот если бы не сейчас самоизоляция, то отмечались такие праздники. Я помню, даже в Хабаровске разыгрывался килограмм мороженого или ящик был мороженого. Ой, как весело победителя. Я бы хотела ящик мороженого, на самом деле. Да, потому что лето, мне кажется, это самый вообще ходовой продукт продаваемый, да? После кваса. Может, наравне с квасом. Наравне, да, с квасом мороженое и квас. Лето, друзья, лето. Наташ, ты будешь продолжать приготовление, да? Осталось у тебя там совсем чуть-чуть этапа. Да, я уже вот налила масло на сковороду, уже все включено. Теперь сначала я обжарю наши булочки. Я думаю, что я их буду вот так обжаривать, просто вот с этой стороны хоп. И, наверное, по типу тостов. По типу тостов они должны взяться немножко корочкой. Хочешь просто подсушить их? Да, наверное, так заключается в этом функция обжарки. Ну все, пока Наташа будет подсушивать бургеры, готовить дальше, мы сейчас с вами ненадолго прервемся, затем вернемся к нам в студию. Зебры славятся своими черно-белыми полосками, но до недавнего времени никто не знал, почему они имеют такой необычный окрас. Этот вопрос обсуждался еще 150 лет назад такими великими биологами, как Чарльз Дарвин и Альфред Рассел Уоллс. С тех пор было предложено множество идей. Одна из основных состоит в отпугивании от хищников. На практике зебры выделяются среди деревьев и на пастбищах даже при плохом освещении, а зрение львов и гиен и так намного слабее человеческого. Они могут разглядеть полосы только при очень близком расстоянии, где уже и так можно услышать добычу и почувствовать ее запах. Есть также теория, что полоски помогают распознавать зебрам друг друга. Но опять же, однотонные домашние лошади могут распознавать других особей по виду и звуку. Помимо этого, очень необычные зебры, у которых нет полос, не избегают членов группы и даже успешно размножаются. Третья теория необходимости полос в защите от жаркого африканского солнца. Так как черные полоски могут поглощать излучение, а белые отражать, то полосы могут создавать потоки вдоль спины животного, охлаждая его. Чтобы понять, так ли это, большие бочки с водой были обернуты в полосатые и однотонные шкуры. Затем измерена температура воды в них. Различий не оказалось. Последняя версия заключается в защите животных от мук. Напомним, мушинное зрение также не отличается остротой. Эксперимент проводили на зебрах и лошадях. Выяснилось, что все животные получили одинаковое количество внимания от слепней, вероятно, привлеченных запахом. Но на зебры садились гораздо меньше. Мухи замедлялись, прежде чем сесть на коричневых и черных коней, но не замедлялись перед зебрами. Вместо этого они пролетали мимо или буквально натыкались на животные, отскакивая. Затем на лошадей надели полосатые накидки. Слепни также перестали садиться. Предполагают, что полоски создают оптическую иллюзию для мух и не дают сесть, а также, что насекомые видят зебру как серию тонких черных объектов и только подлетая осознают, что собираются удариться в твердое тело. Вероятно, что такая защита зебр связана с большой опасностью укусов африканских мух. Эти исследования не только объясняют, почему зебры так красиво полосаты, но и очень ценно для конной индустрии. Теперь возможно сделать езду и уход за лошадью менее болезненными как для животного, так и для всадника. К тому же, вы теперь точно знаете, зачем же зебре нужны полоски. О том, что кошки могут отлично выполнять роль терапевтов и поднимать настроение, слышали, наверное, все. Все. Собаки. Я сказала кошки, а на самом деле собаки. Сама перепутала, потому как тут как раз тема о том, что не только собаки, но и кошки могут выполнять роль терапевтов. У собак есть такое даже слово канистерапия. Это то есть как раз таки собаки реабилитируют может быть каких-то людей с травмами, может быть детей. А тут речь про кошек. Наглядный пример. Берлинский приют для животных, где проводят сеансы кототерапии. Напоминает мне, кстати, кото-кафе, куда ты приходишь и помимо всего там, то есть чаек, какие-то печеньки. Помимо еды, продуктов. Есть куча котов, которых можно тискать, трогать. Это замечательно. На самом деле, я бы сейчас захотела в такое кафе. Кото-терапию. Да, надо будет как все окончательно откроется, обязательно зайти. Или может быть просто завестись по какой-нибудь подружку-кошатницу. Так вот, Берлинский приют для животных, где проводят сеансы кото-терапии для детей, страдающих ла-лигостеньи. Что это такое? Это когда у детей в принципе все в порядке с развитием, все у них хорошо работает, но у них есть определенные сложности с чтением и с написанием каких-то текстов. Что делается в терапии, в кото-терапии с такими детьми? Дети заходят в помещение с котом один на один, садятся на стульчик и начинают спокойненько читать коту какой-то текст. Прикольно. Это работают кошки в ответ на ритмичную речь спокойную они начинают немножко так затихать и как бы они их слушатели. А ребенок в свое время он не переживает, он не волнуется, он спокойно нарабатывает вот эти навыки чтения свои, улучшает и ему комфортно, он постепенно развивается. На самом деле все это набрало обороты. Проект получил название «Дети читают кошкам вслух». Вообще интересно, конечно, я тоже подумала о том, что они почитают ли мне свои кошки дома. И как она отреагирует, интересно? Моя не будет меня слушать наверняка. Ну, может, она не привыкла просто. А те кошки заранее обучены, а они еще с котячего, ну, с котячего возраста, маленького возраста уже слушают какое-то чтение. И вот интересную систему даже ввели. На данный момент в проекте участвуют 22 ребенка и уже появился длинный список ожидания. За каждый сеанс участники получают печать в специальную карточку. Цель набрать 10 печатей. Мне это напомнило какие-то развлекательные детские центры, когда ты ходишь и за какие-то каждые там посещения или баллы. В общем, тоже какая-то система поощрения, там какие-то печати ставятся. То есть интересная система детям должна очень подойти. Замотивировать их как бы, да? Да. И от всех этих занятий всем польза. Дети начинают читать с удовольствием, не волнуясь из-за ошибок. А жители приюта, это же первую очередь кошачий приют, получают ласку и любовь, конечно же, общение. Хотя, вот в случае с кошками хочется ли им общения? Наверное, хочется. Конечно. Но все-таки они более такие самодостаточные. Сужу по своей кошке может быть какие-то... Также можно тактильно им тоже взять их лапочку. Если ты говоришь, что проблемы с написанием слов или букв, в принципе, можно взять лапочку котика и писать вместе с ним ручкой. О, это будет так мило. Это безумно мило. Я уже представила лапочку котика взять. Как кошка злится, хвостом вот так вот бьет и говорит, я не хочу больше писать. А ребенок спокойно писает и пишет еще и говорит. Особенно учитывая, какой ребенок может быть, ну, не всегда как бы аккуратный, как он может взять эту лапочку кошачью. Но помимо этого, помимо всей этой истории в связи с карантином, который у нас происходил и происходит еще частично, сотрудникам пришлось закрыть все это мероприятие и перевести, опять же, в какой формат? В онлайн-формат. Ну, конечно. И дети читали по веб-камере, то есть они записывали либо через видео, общались с котами, либо они записывали на диктофон. Но особенность была, родители им могли помогать, но они не могли находиться с ними в одном помещении. То есть, ну, чтобы ребенок не волновался. Не волновался. Да. Только с котом. Да. И опять же, я подумала, вот они записывали на диктофон. Сидят они одни в комнате, записали на диктофон свою книжку, там, «Маленький принц Антуан». Ну, в общем, «Маленький принц» книжку. И как? Вот они включают коту, а кот сидит и слушает. Вот интересно. Ну, говорят, что коты привыкли к определенному голосу ребенка. К тембру. Да. Я так понимаю, что за каждым ребенком закреплен свой котик. Определенный тембр, определенный голос. И коты, ну, как говорят, что они узнают голос, тембр, и они прям сидят и наслаждаются. И слушают. твоя очередь, твой ребенок тебе звонит по веб-камере, по скайпу. И Маркис такой, «Ура! Мой человек мне звонит». Да. Прикольно. Отличная новость. Давай сейчас мы с тобой посмотрим сюжет и затем вернемся к нам в студию, продолжим делиться с вами хорошими новостями, ну, и готовить бургеры. Наверняка многие из вас замечали, что во время телефонного разговора мы начинаем черкать ручкой на бумаге или наматывать круги по комнате. Оказывается, мы делаем это не от скуки. Все дело в том, что органы чувств человека произвольно строят пространственный образ окружающего мира. В то время, пока человек абстрагируется от окружающей обстановки, его организм по-прежнему пытается зафиксироваться в пространстве. Поэтому в такие моменты у людей часто расфокусирован взгляд, а глаза двигаются по горизонтали и вертикали как будто сами по себе. При движении кругами во время телефонного разговора дело не только в попытках стабилизации организма, но и в невербальном ярком выражении чувств при отсутствии близкого контакта с собеседником. Кроме того, при разговоре через динамик телефона, приложенный к уху, нарушается восприятие речи, что в комплексе с неестественной позиции руки у уха нарушает пространственную ориентацию, восстановить которую и пытается вестибулярный аппарат. Также ходьба помогает мозгу активизироваться, что положительно влияет на мышление. Вот такие невероятные вещи происходят в нашем мозгу во время обычного телефонного разговора. Еще один праздник, который отмечается сегодня, это день рождения с шариковой ручки. Были у нас ручки разные, и гелевые, и какие-то со стирающимися чернилами, кого только не было, но шариковая ручка, она по сей день остается до самой-самой такой ходовой. Давай посмотрим с тобой историю ее, вообще как она у нас появилась в жизни. Полностью перевернувшее представление о незаменимых канцелярских товарах. Кажется порой, что это совсем незаметный праздник, но это в действительности совсем не так. Вот послушайте, что было. Изобретение венгерского журналиста Ласла Бира в 1943 году настолько облегчило жизнь людей, что они до сих пор с благодарностью вспоминают одаренного писателя. Интересно будет узнать, что данное новшество практически сразу по достоинству оценило руководство ВВС Великобритании, потому что использование перевых ручек пилотами в воздухе было практически невозможно. Конечно, чернила капали. Наши в это время придумали карандаш, ну просто писать карандашом, чтобы сильно не заморачиваться, но все-таки ручки это совсем другое. И удачливый журналист Бира выгодно продал свое изобретение за 1 миллион долларов в Аргентине, а купила его знаменитая компания Эвэшнапс. Именно ей принадлежит массовое производство таких универсальных и практичных долгоиграющих шариковых ручек, без которых представить современную реальность просто невозможно. Ой, сколько было исписанных ручек в школе в детстве, сколько было их сгрызанных. Это точно. Да, потом они были какие-то цветные, были обычные, хвастались у кого шарик потоньше, у кого потолще, они же с разным миллиметражом, какие оставляли после себя чернила. Были самые любимые ручки, которые уже были погрызны со всех сторон, но настолько не хотелось их заменять. А еще я знаю, что очень люди, левши, любят шариковые ручки. Гелевые засыхают быстрее, но шариковые размазываются и оставляют след не только у тебя в сердце, не только в тетради, но еще и на руке. Это когда, Наташа, вот ты художник, кому как тебе не знать, да, когда ты рукой. Ну, конечно, да, конечно. Поэтому, когда вообще что-то рисуешь, нужно вот так мизинчик оттопырить и как бы аккуратненько вот так видеть ужасно неудобно, поэтому я всегда подкладываю кучу листов и уже тогда что-то пишу. Вот. И вообще ручка это не только обыденная вещь, но я знаю, что даже продаются за неплохие деньги, как сувенир можно подарить коллеге своему уважаемому либо директору, что ты ему подаришь. Ну, не копилку же, не какой-то ежедневник, а вот коллекционная какая-то ручка. Золотая. Да, я бы хотела себе такую, но до этого нужно еще наверняка дорасти. Ты нарезаешь помидорки? Да, я нарезаю помидоры, обжариваю параллельно булочки и остается, в принципе, котлета. Самый главный ингредиент это котлета. Фарш готов, сейчас булочки сначала на такой не сильно масляной сковороде, а затем уже побольше масла и будем делать котлеты. Все, хорошо, тогда мы ждем тебя, пока смотрим небольшую рекламу и затем возвращаемся к нам в студию. Как работает теория шести рукопожатий? Я знаю, что я, ну, опосредованно знакома с Ксенией Собчак. Слышала ли ты когда-нибудь о теории шести рукопожатий? А, я думала, о Ксении Собчак. Да, конечно. Ну, о Ксении Собчак тоже. Слышала ли ты, когда-нибудь о Ксении Собчак? Пришлось. А теория шести рукопожатий, ну, конечно же, наверное, как и многие, я слышала из фильма «Елки». И, кстати, сама идея мне очень нравится, потому что это как-то реально, ну, действительно, объединяет нас, всех людей во всем мире между собой. Это очень греет как-то и становится комфортно и тепло. Давай посмотрим, почему же мы знакомы именно через шесть рукопожатий, а не через пять или через семь. Как вообще это работает? Рассмотрим ситуацию. Я маленькая девочка, хожу в детский сад. «Моя мама работает в школе учителем географии. Мама знает директора школы, который знаком с директором департамента образования. Он, в свою очередь, был на встрече с мэром, а тот однажды виделся с президентом». Правильно? Правильно. Ну, вообще, да. Цепочка. Девочка, мама, директор школы, директор департамента, мэр, президент. И благодаря этой цепочке мы можем увидеть, как маленькая пятилетняя девочка опосредованно знакома с президентом. Впервые эта идея была сформулирована в 1929 году венгерским писателем в книге «Звенья цепи». А провести первый эксперимент решили в 1986 году. Он выдвинул гипотезу, что каждый человек знаком в среднем с каждым шестым человеком через цепочку знакомых. Писатель выбрал жителей двух городов Амахи штат Невраска и Учита штат Канзас. Их жителям раздали три сотни писем, в которых излагалась суть эксперимента и были указаны данные о неком биржевом Броксе в Бостоне, включая инициалы. Однако, адрес указа не был. Ну, то есть, нужно, чтобы письмо достигло своего адресата, не указывано в нем адресе. Где он живет, ничего не известно. Тем не менее, письмо нужно было доставить адресату. Если отправитель не знал брокера, то ему необходимо было передать письмо с моему знакомому, который с большей вероятностью знает данную личность. В конечном счете, письмо должно было попасть в руки человека, который таки знаком с биржевым брокером из Бостона и сможет отправить письмо уже лично ему. Из трех сот писем до адресата дошли только 66. В цепочке в среднем оказалось задействовано 5-6 человек. И таким образом, Стэнли Милдгрэм доказал, что жители Земли гораздо ближе друг к другу, чем они думают. А в эпоху цифровых технологий найти человека еще легче. Так, в 2012 году в Абу-Даби был проведен эксперимент. По правилам игры надо было найти человека по фото, зная город, в котором он живет, США и Европа, и одежду, в которую он одет. За 12 часов победители команда некого Алекса разыскала трех из пяти человек. Моя цепочка, как я знакома с Ксенией Собчак. У меня есть подруга, у которой подруга улетела в Санкт-Петербург. У этой подруги появилась знакомая, которая участвовала в проекте Ксения Собчак. Так что, опосредованно, я знакома с Ксенией Собчак, и это классно. Смотри, как те Синмир, да, говорят, что, а это же наш общий знакомый, еще, у нас же вообще город маленький, мне кажется, у нас с тобой очень много общих знакомых. Так, у нас однажды есть подруга Лера, да, мы с тобой выяснили, что у нас есть один общий знакомый, это вообще очень удивительно. Вот бы знакомого в какой-то вообще стране, а не в России, как бы мы знакомы. О, действительно, ты знаешь Наташу Кулькову, да, я тоже знаю. А в любом случае, очень много таких людей, которые куда-то перебрались, переехали, и мы знакомы с ними, а они знакомы с какими-то абсолютно неожиданными, да, людьми. И на самом деле, я не знала, что вот эта теория шести рукопожатий, она берет устойки из настолько давнего времени. Я впервые услышала к своему, наверное, уже стыду в фильме «Елки». Вот, 1929 год, еще немного, и будет совсем-совсем много лет уже. В общем, давайте посмотрим, какие у нас еще есть позитивные новости со всего мира. Может быть, в этих новостях есть какой-то ваш знакомый. Кошки, требующие больше внимания, слишком энергичные дети и внезапные технические трудности. Все это теперь стало частью рабочего процесса миллионов сотрудников, которые из-за пандемии остаются дома. Трудности возникают у всех, от церковных проповедников, которые выступают онлайн, до представителей Верховного суда США. Похоже, ни одна профессия не смогла избежать неудач во время онлайн-связи. «Меня теперь знают во всем мире, поскольку я не умею пользоваться технологиями». Лизет – глава неправительственной организации в Вашингтоне. Но теперь она больше известна как «картофельный босс». Её сотрудники сделали скриншот своей начальнице в Снапчат, где на неё наложен смешной фильтр. «Я включила Microsoft Teams, чтобы провести встречу со своей командой. Когда все включили камеры, я оказалась в виде картошки. Сначала мы вообще не поняли, что это. Потом заметили землю и траву. Мы подумали, ну окей, это картошка. Я пыталась это отключить, но не получалось. Поэтому всю встречу я была картофелиной». Джессика – исполнительный директор компании Impossible Foods из Сан-Франциско. Она столкнулась с такой же проблемой, только в приложении Zoom. «Инопланетянские глаза. В чате начался шквал из таких комментариев. Все спрашивали, что случилось с лицом Джесс». Но мешают не только технологии. «Вот настоящая проблема». Джессика говорит, что иногда наваливается всё сразу. «Я вам скажу, каждый день происходит примерно одно и то же. Собака, потом дети, потом приходит соседка выгулять собаку. Родителям очень трудно занять своих детей и одновременно работать». Впрочем, несмотря на все трудности, работа из дома в будущем может стать более распространённой. Даже несмотря на то, что многие компании открываются после карантина, тысячи сотрудников в ближайшее время останутся в онлайн. «Вот в таком порядке мы решили выложить наши слои, овощно-мясные слои. Можно выкладывать в любом порядке, можно как в нашем популярном стишке». «А в каком это, в каком ты? Ну, без разницы, я так понимаю. Что у тебя как получилось? Салатный лист, котлета». «Ну, самое главное, это булочки не забыть промазать нашим соусом из майонеза и горчицы для того, чтобы они немножко смягчились. Затем идёт лист салата. Опять же, берём только мягкую часть листа, всю жёсткую, обрезаем для того, чтобы не было лишних каких-то ненужных элементов. Затем лист сыра мягкого. Он, кстати, у нас подплавился за счёт того, что котлета была горячей. Смотрится очень здорово. Котлета. То есть, котлета находится между двумя слоями сыра. И благодаря этому сыра плавится. Затем помидор и сверху мы накрываем вот такой вот верхушечкой булки. Ой, самый классный бургер будет с тем, когда серединки, если бы не было. Она бы закрылась так. Оп. Вообще. Ой, красотища. Наташ, всё, можешь идти работать куда-нибудь в фастфуд. Почему бы и нет, в принципе. Хороший оборот. Ну, у тебя сам это первый опыт. Да, это самый первый опыт. К тому же, мне было интересно сделать их самостоятельно, потому как я редкий гость в каких-то фастфудах, в каких-то таких заведениях. Как раз таки из-за того, что, ну, меня всегда как-то настораживает и хочется чего-то более натурального, более свежего. А что может быть более натурально и свежее, чем то, что сделал только что своими руками? Ты молодец какая. Ну, всё, теперь тебе осталось приготовить ещё самодельную колу. Кстати, да. И всё, и ты будешь просто профит. Ну, молодец, я очень рада, что сегодня получились такие восхитительные бургеры. Ну что, будем пробовать, но с вами мы, дорогие телезрители, прощаемся. Для вас сегодня работали Наталья Кулькова, Алена Варфоломеева, ну и программа Есть Today. До встречи на нашем канале. Пока. Пока.